Всем привет! В этом видео наконец-то я решилась рассказать вам про свои усы и баночки. То, что у меня закончилось, то, о чем у меня сложилось уже конкретное, конечное мнение. И давайте начнем. Вот такой вот у меня огроменный пакет накопился. Там и уходы, декоративка. И давайте же приступим. Буду доставать, что первое попадется под руку и попытаюсь побыстрее вам обо всем рассказать. Итак, первое. У меня закончился вот такой вот дезодорант от Ниве Эффект Пудры. Я его покупала на баллы на свой день рождения в Ревгоше. Это было недавно, и вот я его закончила. Больше месяца им пользовалась, так как чередовала разные дезодоранты. Вот. 48 часов, мягкий уход. Он мне в принципе понравился. Приятный запах. Довольно. Вот. Раньше не особо любила именно спрей, но сейчас что-то как-то даже понравилось, поэтому могу посоветовать. Далее. Сразу вижу два сухих шампуня. Первое это мой фаворит. Это Батис. Любые запахи мне нравятся. Сейчас у меня тоже. Три есть в наличии, которыми я пользуюсь по очередности. И вот такой вот у меня с вишенкой закончился. Просто, вот просто. Это самые лучшие реальные шампуни для волос сухие. Продлевают свежесть волос на 2-3 даже дня. У меня и такое бывало. Поэтому я вам, искренне вам советую. Они, конечно, стоят дорого, но они того стоят и хватают надолго. И они действительно жирные волосы превращают в чистые внешне. Поэтому, да. На всю жизнь прям фаворит. Всем советую. И это мое разочарование. Сухой шампунь от DAV. Взяла для интереса попробовать. Но он вообще ничего не делает с волосами. Вообще. Он мне очень не понравился. У меня тут еще просто почти вся баночка. Нет, не советую вообще. Ничего не делает. Я, сколько бы я ни пшикала, как бы я ни массировала волосы вообще. Ноль эффектов. Я в шоке. Почему такое? Не знаю. Вот это вообще моя любовь. Это... У меня еще был бальзам, по-моему. Шампунь. Маска. Из серии интенсивное восстановление. От Pantene. Мне очень понравилась эта серия. Вот этот шампунь даже отдельно, без маски, без бальзама. Делал с моими волосами просто что-то невероятное. Они были очень мягкие, шелковистые. Мне прям очень нравились, как они были на вид, красивые, блестящие. И маска тоже шикарная. Всем советую именно эту серию интенсивного восстановления. Класс, класс. Я очень довольна. И запах потрясающий. Очень нравится, класс. Далее тоже из шампунек. Это марка Куашоко. Они мне прислали свою продукцию на тестирование. Это израильская марка с салонного качества. То есть этой марки пользуются в салонах красоты. Я даже видела в одном салоне эту марку представленную. Я выбрала серию интенсивное увлажнение, по-моему. Кстати, классный запах всей линейки. Очень приятный и реально такой салонный, профессиональный. У меня кончился пока только шампунь. Еще у меня есть маска и бальзам в наличии в ванной. Классно, да. Но эффекта вау, например, как с вот этим понтином, у меня не было. То есть нормально. Ну так, хорошо увлажняет, в принципе, да. Но шикарного эффекта на волосах я не заметила. Поэтому не делала отдельный обзор. И вот показываю вам тут. Можно попользоваться. Там много разных серий. Я пользовалась только вот этой, поэтому ничего о других сериях сказать не могу. Но мне понравился запах. В принципе, да. Но, кстати, шампунь плохо пенится. Мне это не понравилось, поэтому он у меня очень быстро кончился. Потому что мне приходилось очень много выливать его. Сразу два продукта от The Body Shop. Первый это гель для душа с манго. Потрясающий аромат, потрясающий пенится. Мне очень понравился этот гель для душа. И также лосьон для тела. С зеленым чаем. Мне очень понравился этот лосьон для тела. Я его очень быстро использовала. Он очень легкий. Я обожаю именно легкие крема для тела, которые вообще после себя ничего не оставляют. Они быстро впитываются. И этот лосьон именно такой. Также у него удобная помпа. И приятный легкий аромат зеленого чая. Там большая коллекция с этим ароматом. И да. Мне очень понравился этот лосьон. Я настоятельно всем его советую. Далее мицеллярная вода, которая мне не понравилась. Это Faberlic Airstream. Кислородное сияние мицеллярный лосьон. Он мне не понравился, потому что он мне очень щипет глаза. Но сам он снимает макияж довольно-таки хорошо. Но повторять я его не буду. Но это, в принципе, только на моих глазах он щипет. А с остальным, как я слышала, он нравится. Далее закончилась вот такая вот пенка от Vichy. Очищающая пенка, придающая сияние для чувствительной кожи без парабенов. Классная. Я довольно долго ей пользовалась. Она не сушит кожу. Хорошо очищает кожу. Мне понравилось. Сейчас пользуюсь тоже пенкой, но уже от марки Clinique. Но Clinique мне, кстати, больше нравится. Не знаю, почему даже. Она мне больше нравится. Хорошая тоже. Могу, в принципе, посоветовать для чувствительной кожи самое оно. Далее. Наконец-то добила вот такой вот спрей. Это витамины для лица от Nova Sweet. Просто пользовалась как термальной водичкой после душа. Когда кожа такая горячая, распаренная. Пользовалась, чтобы успокоить кожу. Восстановить водный баланс. В принципе, нормально. Ничего особенного не делает. Просто освежает кожу. Далее. Давно-давно показывала вам, когда он у меня только появился. Это скраб от Bath & Body Works. Из коллекции Endless Weekend. Sunset Body Scrub. Он очень классный. Я довольно быстро его использовала. Он классный, имеет запах. И когда им пользуешься на тело, он в то же время пенится. И, в принципе, я использовала только скраб. И гель для душа я не использовала в тот момент. Он пенится. Очищает кожу просто до скрип. И потом был очень жесткий такой скраб с блестками. Очень красиво им приятно пользоваться. И он реально до скрипа очищал кожу. Очень мне понравился. Так что могу вам посоветовать, если где-нибудь увидите. Хотя, думаю, он уже не продается, так как это была какая-то коллекция. Наконец-то я закончила. Закончила этот CC-крем от Lumine. Это вообще еще старая версия, как вы видите. Старая упаковочка. Сейчас упаковка поменялась. И он у меня появился, как бы не соврать, но год назад это точно. В какой-то коробочке он мне попался. И вот все это время я им пользовалась. Он классный. Он очень крутой. Он классно выравнивает цвет кожи. Он незаметен на коже. Он не подчеркивает шелушение, что самое главное. Думаю, все уже знают его. Потому что все его любят, блогеры. И все его хвалят. И я в том числе. Вот. Он у меня кончился. Покупать я его пока не собираюсь повторно. Потому что у меня и так достаточно большое количество других тональных кремов. Но, кто ищет хороший тональник, то я вам советую. Он реально очень-очень крутой. Поэтому, кто еще его не покупал, обратите внимание. Далее смывка лака от Faberic. Мне она очень нравится. Сейчас тоже такой пользуюсь. Она мне нравится больше, чем Эйвеновская смывка для лака. Потому что это просто с одного касания смывает весь лак с ногтя. Эйвеновской надо прям тереть, тереть. А эта не такая. Да. И, кстати, она без ацетона, что крайне важно. Далее, наконец-то закончилась у меня пудра от Essence TLD. Она очень крутая. Я вам тоже об этом говорила. Она у меня еще пару дней назад была. Ну, тут по краям еще была пудра. Но она у меня упала. И, конечно же, вот эти вот остатки, которые были по краям, они разбились. И все. Теперь точно выбрасываю. Тоже довольно долго ей пользовалась. Но она очень классная. Она классно мотирует кожу, придает цвет, выравнивает кожу. Могу посоветовать. Реально достойная пудра от Essence. И стоит просто копейки. Закончился вот такой вот кремушек для рук от Dolce & Mille. Покупала набор из двух таких маленьких кремушков. Тут у нас молоко и абрикос. Что могу сказать, не впечатлил особо. Он довольно легкий, но мне не понравился запах. Поэтому я его добила с горем пополам. И больше покупать не буду. Закончился вот такой вот дезерант от Avon. Кстати, надо снять видео про Avon. 48 часов защиты, невидимый барьер. Он у меня очень быстро закончился. Что говорит о том, что он мне очень сильно понравился. У него классный запах. И он реально очень хорошо защищает от пота и от запаха. Да, могу посоветовать. Классный. Далее. Извините за внешний вид. Но это был крем для рук от The Body Shop. С миндалем. Сейчас у меня в наличии крем такой же. Только с конопляным маслом, по-моему. Миндаль мне намного больше нравился. Потому что он легкий. И у него приятный запах. А конопляный, он очень-очень густой. Он прям очень увлажняющий по максимуму. Поэтому конопляным я могу пользоваться только на ночь. Когда мне не нужно ничего делать особого. Я никуда не собираюсь идти. А вот миндальный я могла нанести в любой момент. И он быстро впитывался. И я просто его не чувствовала. На руках он отлично увлажнял. И тоже он довольно долго у меня продержался. Потому что там огромный просто тюбик. Крутой. Я в конце концов отрезала. И ошметки крема еще выгребала. Потому что вообще не хотелось ни капли выбрасывать. И также он для ногтей очень хороший. От той же марки Коко Чоку выбрасываю. Ой, что-то у меня там пролилось. Выбрасываю термозащиту. Вот такую вот кремовую. Серия ежедневного хода восстановления. Она мне совершенно не понравилась. Она делала волосы очень липкими, неприятными на ощупь. И поэтому я воспользовалась вообще только один раз. И больше не хочу выбрасывать целую баночку. Вот так вот. Далее в каком-то эльбоксе мне попался вот такой вот питательный крем для ног. От марки Пальчики. Как я знаю, это сеть салонов маникюрных. Крем для ног. Хороший. Пользовалась ему. Вот, добила. Хорошо увлажняет, быстро впитывается. Он довольно легкий. У него классный был запах. Мне он понравился, так что могу посоветовать. Я не знаю, где они продаются. Но, наверное, в салоне Красоты Пальчики. Продолжение следует.